Мы уже можем начинать. Приветствую вас, друзья. Сегодня с нами Александр Сляднев, фуд-фотограф, который поделится своими секретами съемки видеорецептов, расскажет нам о постановке света, расскажет нам о программах для съемки и монтажа видеороликов. Также мы поговорим о создании композиции и Александр — это совершенно уникальный человек, который входит в топ-100 лучших фуд-фотографов мира. Это человек, который иллюстрировал украинский раздел рецептов для энциклопедии «Ля Рюсс Гастрономии». Это автор восьми книг, и, как вы только что слышали, человеку, у которого в планах еще создание новых книг, новых идей, новых проектов. Автор, идейный вдохновитель проекта о шеф-поварах и их блюдах «Фуд энд шеф». И сегодня с нами Александр Сляднев. Александр, приветствую вас. Привет, спасибо огромное за такое длинное представление. Я уже даже так немножко чуть-чуть выслушиваю про себя. На самом деле очень приятно. Я максимально сокращала вашу биографию. Я знаю, что у вас очень много... Ну, да, да, я трудоголик, то есть я люблю работать, поэтому я встаю там в 6 утра и всем уже на работе, и бегу-бегу-бегу, постоянно что-то делаю, чтобы как-то улучшить этот мир, сделать его красивее с помощью фотографий и с помощью видеороликов. Вот. Так, ну, отлично, тогда начинаем, да? Да, да. Вам огромное спасибо за то, что вы меня сконтактировали с таким количеством людей, которые хотят приобщиться к фото-видео-съемке. И, в принципе, я хочу сказать, что этот мастер-класс, который я сейчас буду давать, он продолжение предыдущего, да? То есть я так понимаю, что у всех участников будет доступ к тому мастер-классу, я правильно понимаю? Конечно, мы выложим на YouTube-канале обязательно записи. Да, да, да. Поэтому его есть смысл рассматривать как продолжение, да? То есть почему? Потому что в прошлый раз я говорил о принципах съемки на мобильный телефон, о том, что важно, то есть какой важно, как надо ставить свет, как надо ставить композицию и так далее, и так далее. Сегодня я хочу его продолжить с точки зрения того, как надо обрабатывать фото-фото-видеоматериалы, да? То есть вот, в принципе, вот такие вот вещи. То есть, ну... Ну что, я думаю, что начнем. Да, да. Да, давайте сделаем таким образом. Для небольшой затравки я все-таки попробую сейчас поставить один видеоролик. Вот, мы об этом не договаривались, но я подумал, что это будет важно, да, то есть и это будет нужно. Поэтому я сейчас делаю шейр своего скрина, своего, как-то правильно сказать, своего компьютера, вот, да, и мы посмотрим ролик. Но прежде всего я хочу убедиться, что меня все слышат, все видят, потому что я не вижу в чате, никто ничего не пишет еще до сих пор. Так, хорошо, Вадим вот написал сразу же, все окей, отлично, замечательно. Замечательно. Так, я сейчас посмотрю. Ага. Ага, все хорошо. Все хорошо. Я так понимаю, что он меня слышат и видят. Замечательно, замечательно. Итак, давайте я тогда включу скрин. Я буду показывать видеоролики, скажем так, загруженные в мою фотошколу, да, то есть, ну и немножко в двух словах расскажу про то, что такое вообще моя школа. Так, я надеюсь, видно сейчас все, что происходит. Я сейчас отдельно включу чат, чтобы я видел. Так, хорошо. Да, то есть, у меня есть моя фотошкола, в которой я занимаюсь, в которой я преподаю. Это школа онлайн, и она рассчитана на огромное количество, скажем так, начинающих фотографов, уже более продвинутых фотографов. Вот, и у меня здесь порядка, чтобы не соврать, наверное, 300 разных уроков по фотографии. То есть, это как и фуд-фотография, так и фотография портретная, тревел-фотография и так далее, и так далее. Вот, я хочу показать вам сейчас один ролик, который я снимал специально для тех, кто обучается съемкой на мобильный телефон. Сейчас я его найду. Так, 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 так. Вот, давайте я покажу вам вот этот ролик. Так, я неправильно открыл скрин, мне нужно сделать его чуть-чуть по-другому. Сейчас, ребят, две секунды. Вот. Да, то сейчас вам должно быть видно. Вы, если что, мне пишите, то есть, ну, у нас бывает такое, что иногда подтормаживается, но вы мне пишите, будем надеяться, что никакого тормоза не будет, и вы будете слышать звук того, что происходит. Так, я, конечно, хочу выбрать вот это вот, и мне придется сделать чуточку по-другому, надо подвинуть, нажать play. Привет, мой друг, сегодня мы с тобой будем снимать на мобильный телефон под углом 45 градусов, да еще и с естественным светом. Я открыл свое окно, то есть, ты видишь, у меня такой огромный-огромный... и поднял вверх всю ту бумагу, которая мне его закрывала, чтобы мне этот естественный свет не мешал снимать с искусственным светом. Но специально для этого ролика я его открыл. Снимать мы будем на мобильный телефон, то есть, я буду снимать сейчас на свой. Я его специально поставил на штатив, это не для того, чтобы... что у меня есть штатив, а для того, что я буду снимать видео с этого мобильного телефона, чтобы ты видел, как я делаю раскладку, ты же, когда будешь повторять такой кадр или делать что-то подобное, можешь не использовать штатив, он тебе помогает... В первую очередь, мы с тобой будем выстраивать композицию. Свет у нас есть, он вот такой, какой он есть, то есть, у нас нет возможности его изменить, да, то есть, поэтому сразу переходим к композиции. Я перейду телефон в пилотный режим, чтобы всякие уведомления, сообщения с социальных сетей нам не мешали. Включаю запись экрана и включаю программу ProCam. Ты помнишь, что мы с тобой снимаем? Я буду использовать для этого кадра свою вторую камеру, которую Apple называет телеобъективом, хотя на самом деле это прохлезный объектив, и буду снимать на нее. То есть, если ты будешь снимать на более широкий объектив, который у тебя есть, если у тебя нет, например, двух объективов на твоем телефоне, то в таком случае используй ставь телефон ближе, и тебе нужно будет чуть-чуть больше сделать угол. Вот и все. В первую очередь. А что же мы с тобой снимаем? Мы снимаем с тобой картошку. Классическую картошку. Я шел по рынку, увидел, что уже продается молодая картошка, и я решил, что это будет отличным кадром для того, чтобы сделать вот такую. У нас фон красный. То есть, благодаря красному фону я хочу показать, что картошка, она горячая. То есть, мы не сможем с тобой сейчас сымитировать пар, или каким-то образом показать, другим каким-то образом показать, что картошка горячая. Поэтому красный фон, он будет говорить о том, что она вот только-только со сковородочки. Это обычная доска, купленная на строительном рынке. С одной стороны она красная, с другой стороны белая. И в первую очередь мы поставим с тобой вот такую вот досочку. На эту доску мы будем ставить сковородку с нашей жареной картошкой. Я смотрю сразу в этот экран, который ты тоже будешь видеть. Вот это у меня происходит. То есть, я ее ставлю по диагонали. Обратите внимание, что доски у меня стоят по диагонали относительно кадра, и доски, я имею в виду фон. А вот эта доска у меня стоит в обратную сторону, тоже по диагонали. То есть, вот таким вот образом я ставлю нашу доску. Вот так. И я ставлю сковородку. На нашей сковородке будет картошка. Хорошо. Я беру немного сырой картошки. Вот, посмотри, молоденькая, только-тонко помытая. И ее я ставлю вот здесь. Даже вот я поставлю вот таким вот образом сковородку. чуть-чуть ее ближе к кадру. И вот сюда вот я поставлю сковородочку. Трелочку с картошкой. Здесь у меня стоят еще две доски. Сюда я поставлю что-то еще. Что я еще не придумал. На самом деле придумал, просто я не хочу сейчас это говорить. Вот, в принципе, у меня уже почти готовый кадр. Я буду... Обратите внимание, сейчас я все построил по принципу треугольников. То есть, в самом низу у меня сама картошка, самый главный объект. И вверху есть миска с картошкой сырой. И рядом еще стоят досочки, которые создают вот такой вот треугольник. Практически. Сейчас я хочу добавить сюда в кадр тряпочку. Да, то есть ты помнишь, что у нас картошка, сковородка горячая, поэтому хозяйка, которая вот сюда, эту, пользовалась тряпочкой. Терпочку я поставлю вот где-то вот здесь, чтобы ставить диагональ. Вот приблизительно это будет выглядеть вот где вот у вас. Вот так. Вот так. Вот, вот так. Все. Замечательно. Теперь я иду за картошкой. Картошка у меня жарилась в другой сковородке. Естественно, почему? Потому что эта сковородка мне нужна была чистая. То есть я беру нашу картошку. Беру укроп. Я его специально порезал. и вкидываю в нашу картошку. Сейчас я немножко разбавлю. Я это делаю обычно неаккуратно. Вот таким вот образом, чтобы перемешать все хорошо, чтобы вся картошка была в укропчике, чтобы не были комочки. Все, у меня это получилось. И я очень-очень аккуратно всыпаю картошку в нашу сковородку. Есть. Есть. Замечательно. Получается вот так выглядит. Сейчас я возьму щипцы, детализирую, поправляю маленькие. Некоторые картошечки, которые стоят как-то более симметрично, чтобы создать легкую асимметрию и создать объем. Вот, вот так. Очень красиво в кадре. Очень хорошо. Дальше. Нужно заполнить вот это пространство. Вот здесь. У меня осталось немного укропа. Я беру совсем чуть-чуть укропа и ставлю на самый-самый край кадра. Вот таким вот образом. И теперь мне нужен лук. У меня есть зеленый лук. Какая же картошка без лука? Согласна со мной или согласна со мной? Вот у нас получается. У нас получается вкусный такой кадр. А если я один лычок ставлю вот сюда, что будет? Будет некрасиво. Дальше. Замечательно. Замечательно. Мне очень нравится то, что у нас получается. И я хочу добавить объема. Я беру свою волшебную перечницу и немножко вскрываю по фону. Получилась у нас вот такая вот композиция. Треугольники, состоящие из картошки, картошки и зеленушки. Есть салфетки, которые создают диагональ. Две картошки. Трелка с картошкой и сковородка с картошкой, которые тоже создают диагональ. Вот. Ну и в общем вот это все вот такой вот треугольник. Теперь мне нужно настроить экспозицию. Учитывая, что у меня открыто окно. И у меня нет прямых солнечных лучей. Я знаю, что приблизительно цветовая температура у меня должна быть около 6500 кельверов. Я вижу по кадру, что это много, поэтому я ставлю 6000. И теперь я настраиваю автоэкспозицию. То есть я не буду работать отдельно с выдержкой, отдельно с кейса. То есть в принципе на мобильном телефоне это не нужно. То есть соответственно я беру просто автоэкспозицию и делаю затемнение кадра. То есть ты видишь белые полосочки, это там, где есть пересвет. Вот. Вот таким вот образом мне достаточно всего. Это даже сильно темно. Чуть-чуть светлее сделаю. Вот так. Вот так. Все. Хоп. Кадр готов. Давай еще раз. Хоп. Я вижу, что здесь не хватает одной такой важной-важной детали. Мне не хватает здесь флага. У меня свет, он распространен полностью на весь наш фон. И он равномерен. То есть мне этого не нужно. Мне нужно, чтобы... в коворотке она выделялась. Соответственно я поставлю флаг вот здесь. Вот таким вот образом. И сделаю тень. И сделаю тень, красивую тень на картошку. Вот ты можешь видеть это в экране моего телефона. Я могу эту тень увеличивать или уменьшать, наклоняя мой флаг. Даже я, наверное, сделаю вот таким вот образом. Флаг – это просто какой-то черный предмет. Это может быть флагман, это может быть ящик, это может быть крышка кастрюли. Все что угодно, что не пропускает свет. Вот, я его продвигаю сюда. Нет, так не получится, потому что сзади получается очень некрасиво. Поэтому надо все-таки вот так вот поставить. И вот так вот достаточно. Я наружу резкость. Еще раз работаю с экспозицией. Можно тогда сделать чуть-чуть светлее. Вот таким вот образом. Вот и все. Я делаю кадр. Оп. У меня получился вот такой вот замечательный кадр. На мобильный телефон. Вот так вот. Можно снимать еду. Вон к 45 градусов. Для этого что нужно? Для этого нужен достаточно большой фон. И предметы, которые разбросаны по краям кадра. Мы этот кадр сделали на мобильный телефон. Давай мы перейдем на фотоаппарат. Он есть, почему бы и не сделать еще на фотоаппарат. А потом ты сможешь сравнить вот этим видеоролем. Я уже переодел на свой штатив фотоаппарат. Я на него одел 35 миллиметров. Диафрагма 1.4. Для чего я это сделал? Почему я не взял свой фут объектив? Я взял именно прокретный объектив. Потому что я хотел приблизиться к тому, что показывает телефон. То есть, в принципе, у меня сейчас фокусное расстояние приблизительно, очень-очень приблизительно одинаковое. Вот. Соответственно, я сейчас буду делать тот же кадр с того же ракурса, с той же высоты, под тем же углом. То есть, ничего практически не поменялось. Вот. Ну. Вот сейчас вот у меня экран показывает вот такие вот. Вот такой вот. Она хорошая. Мне не нужно ничего здесь менять. Все, что мне нужно, это... Показать вам про экспозицию. Диафрагма. У меня 1.4. То есть, для того, чтобы... На самом деле, это телефон. У меня 1 сотая. И ИС-2. Я делаю кадр. Делал. Достаточно пересвете задний план. То есть, поэтому я здесь тоже закрою флагом, чтобы уменьшить вот этот вот пересвет. Оп. И еще раз. Вот и все. Мы сделали. И сейчас уже, чисто для эксперимента, я хочу разобрать полностью всю композицию и снять то же самое на белом фоне и потом сравнить, что интереснее, на белом фоне или на красном фоне. Мне вот сейчас почему-то кажется, хотя я на самом деле представлял себе эту композицию на красном, мне сейчас кажется, что на светлом она будет более душевно, как-то по-деревенски. То есть, давайте посмотрим. Мы перевернули доски, и я обратил внимание, что я забыл совершенно одну вещь сделать, очень важную на фотоаппарате. Я забыл поставить баланс белого, дужный. У меня баланс белого стоял под искусственный свет или под солнечный свет 5600 кельвинов. То есть, то, что я сделал в мобильном телефоне, но забыл сделать в фотоаппарате. И сейчас я баланс белого ставлю 6300, чтобы приблизиться опять к тому, что было на мобильном телефоне. И делаю кадр уже на белом фоне. И у меня получается очень вкусная картошка, но пересвет опять-таки на переносе с сырой картошкой. Поэтому я опять ставлю флаг. Смотрю, что у меня получается. Получается очень замечательно, очень вкусно. Единственный момент, мне нужно чуть-чуть сделать экспозицию светлее. Я это сделаю с помощью ISO. Ставлю ISO вместо 200, 250. Настройки повторяются те же. У меня диафрагма 1,4, выдержка 0,01 и ISO сейчас 250. Так. И я вижу, что баланс белого 6300 много, поэтому я ставлю 5900. Сейчас все как надо. У меня готов. То есть, наша вкусная картошечка готов. Ну, мы сделали этот кадр. Задание сегодня – пойти на базар, купить картошечки. Не знаю, какая будет у вас цвета на сегодня. Молодая, старая, любая. Сделайте, пожарьте. И прямо на сковородке. Вот так вот снимите, как это сделал я. Все очень просто. Все очень вкусно и очень легко. Ну вот, я прошу прощения, было очень сложно не шевелиться, потому что мне вот писали, что когда я шевлюсь, идут проблемы со звуком, поэтому я старался сидеть за мереб. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, пожалуйста, напишите. И давайте я вам покажу результаты, чтобы вы просто посмотрели, сравнили с тем, как это происходит, то есть что это вообще, как было на фотоаппарат, как на мобильный телефон. То есть вот я открыл еще раз полностью всю страницу. Давайте посмотрим. То есть вот на мобильный телефон получилась вот такая вот фотография. Да, то есть и вот получилось на фотоаппарат. То есть приблизительно с теми же настройками, как и на телефоне, но уже на фотоаппарате. Ну и, естественно, белый цвет. Белый, конечно же, он все-таки гораздо выигрышнее. Я не знаю, почему я решил это сделать на красном. Ну, наверное, просто попробовать поэкспериментировать. И в итоге вот эксперимент привел к тому, что белый все-таки гораздо лучше, гораздо интереснее. Так, сейчас я открою чат. Я не вижу, что вы там пишете. Да, на белом круче. Все правильно, Катя, ты пишешь. То есть все-таки я думаю, что так получается гораздо интереснее. Еще интереснее было бы, кстати, на синим фоне. Почему? Потому что синий и желтый – это такие достаточно комплементарные цвета, и картошка, она бы просто выделялась на синим фоне. Ну, вот мне тогда, когда я снимал этот ролик, хотелось попробовать, как же это будет все на красном фоне. Ну, ребят, напишите, пожалуйста, понравилось вам это, то есть понравился ли этот ролик. У меня в школе вот таких вот роликах на самом деле очень-очень много. Да, то есть вы посмотрели всего лишь один, но я думаю, что я не буду сейчас вам показывать все остальное, потому что это просто займет огромное количество времени. А для тех, кто захочет ко мне прийти в школу, я подготовил специальный промокод. Я его вышлю в чате. Да, то есть вы сможете у меня школу купить за первый месяц, у меня школа по подписке. Первый месяц вы сможете купить за один доллар. То есть, ну, вы сможете зайти, посмотреть то, как вообще происходит все мое обучение в моей школе, как мы проверяем домашние задания, потому что мы проверяем домашние задания. Да, то есть мне студенты пишут, то есть вот это все домашнее задание, которое нужно сделать. Вот, и студенты, да, то есть здесь вот выкладывают свои работы. То есть мы их проверяем, мы их, то есть мы их смотрим, если что-то не так, мы пишем о том, что вот, да, то есть здесь нужно переделать, или, наоборот, все окей, продолжай дальше, все замечательно. Вот, если вы, то есть вы зайдете ко мне в школу за один доллар, купите ее, и если вам понравится, дальше сможете учиться за 29 долларов в месяц, пока вы не станете действительно крутым фотографом, лучшим фотографом этого земного шарика. Вот так. Хорошо, я вам позже скину ссылку и промокод в чат. Давайте теперь мы будем переходить с вами на обработку. И я вам покажу, как я вообще это делаю. Покажу это вживую. Так, сейчас я останавливаю скринкаст и включаю все то же самое, только с мобильного телефона. Сейчас вы будете видеть экран моего мобильного телефона. Так, хорошо, дополнительно подключаю чат. Чтобы видеть. Все, замечательно. Итак, ребят, смотрите, я сегодня хочу с вами поговорить о том, как обрабатывать фотографии и видео с помощью мобильного телефона. То есть, по большому счету, я вам скажу так, что сегодня практически все уже переходят на мобильный телефон, конечно же, за исключением некоторых деталей. То есть, почему? Потому что, например, сложные ролики делать на мобильном телефоне практически невозможно. То есть, это правда. Давайте, кстати, я вам покажу... Нет, это позже будет. Итак, что есть? У меня есть несколько программ, которыми я пользуюсь при съемке на... Ну, и при съемке, и при обработке на мобильный телефон. Первое, что вы можете видеть, это Filmic Pro. То есть, это вот такая вот программа. Она стоит каких-то денег. Если я не ошибаюсь, то есть, она стоит, там, по-моему, что-то в районе 7 или 8 долларов. На нее очень хорошо снимать видео. Да, то есть, здесь у меня сейчас вот это все отключено. Все настройки, которые... Вот они. Да, то есть, вот я сейчас... Ой, мама родная, что произошло? Я не буду переворачивать лучше. Вот, да, то есть, здесь вы можете работать с экспозицией, делать светлее и темнее. Да, то есть, вот эти колесико крутятся. Можете то же самое делать и с фокусом. То есть, сейчас фокус у меня, он... Ну, вот, да, то есть, видите, размывается. И, то есть, можно его сделать более четким, более резким, то есть, тут уже как ходите. Ну, и то же самое можно работать с увеличением. Так, ну-ка, давай, вот. Да, то есть, что увеличение или, наоборот, уменьшение. То есть, это очень хорошая программа. Здесь огромнейшее количество разных настроек. То есть, вот вы видите, да, то есть, здесь... Для съемки видео я считаю, что это лучшая программа, которую я вообще видел на мобильном телефоне. Лучше? Нет. То есть, полностью. Вот какие хотите настройки, какие вы их и используете, да. То есть, нужно... Поставили любую камеру, которая есть у вас на телефоне. Да, то есть, вот, например, я переключил сайт, который вы видите, ничего не надо. Вот так вот, да. То есть, я включил широкий, я включил теле. Сейчас он не может навестись. Вот, да. То есть, я могу включить еще и зум. Ну, зум почему-то вот так. Вот так. Да, то есть, разные программы. Итак, это программа для съемки на видео. Для съемки в видео на мобильном телефоне. А для съемки в фото – это программа ProCam. То есть, она тоже тут куча настроек. Вот вы эту программу видели как раз в ролике про картошку. То есть, я вот, когда снимаю, то есть, когда мне нужно снять какую-то постановочную съемку, соответственно, я беру вот именно эту программу. То есть, понятное дело, что тогда я работаю с... То есть, просто хочу что-то быстро снять. Да, то есть, это достаточно долго. То есть, мне нужно зайти сюда, потом зайти сюда и снимать. То есть, ну, когда мне нужно быстро что-то снять, я использую, я пользуюсь стандартным. А для постановки я использую вот именно эту программу. То есть, здесь тоже огромное количество настроек, да. То есть, как по экспозиции, так и по балансу белого. Так, а ну-ка. А, у меня автоматическая съемка сейчас стоит. То есть, ее нужно просто переключить. Так, переключайся. Вот. Я хочу баланс белого. Ладно. То есть, он... Может быть, потому что он подключен к трансляции, он попытается меня сейчас... То есть, ругается на меня. Да, то есть, здесь можно переключать опять-таки камеру, какой ты хочешь снимать, чтобы... То есть, это все было достаточно хорошо. То есть, есть зум-камера, да. То есть, есть широкая камера, есть двойная камера и так далее, и так далее. Вот. То есть, вот я использую вот эти две программы для мобильных телефонов. Когда снимаем на мобильный телефон. Теперь давайте мы поговорим об обработке. Как я обработаю? Ну, начнем, наверное, с фотографии. В фотографии это... Я использую всего лишь одну программу. Ну, одну и есть еще одна для создания анимации. То есть, я про нее расскажу позже. Итак, для обработки на мобильном телефоне я использую программу Adobe Photoshop Lightroom. Она условно-бесплатная. Что это значит? Это значит, что здесь есть... То есть, в принципе, большинство функций в ней бесплатно. Но если вы хотите получить больше функций, вы должны будете заплатить им... Ну, это компания Adobe. Вы должны заплатить, по-моему, если не ошибаюсь, 10 долларов. То есть, я плачу. У меня она полностью куплена. И я даже, честно говоря, не знаю, какой функционал в бесплатной программе. И для обработки фотографии мне ее хватает с головой. Вот так. Почему? Объясняю. Смотрите. Что такое вообще Lightroom? Lightroom – это программа для быстрой обработки фотографии. Вот давайте... Вот у меня сейчас есть здесь съемка, которую я никак не могу обработать. Никак руки до нее не доходят. Еще с лета прошлого года. Ну, вот смотрите. Я взял вот эту фотографию. Я специально снимаю чуточку темнее. Когда знаю, что буду обрабатывать через Lightroom. То есть, я не все фотографии обрабатываю через Lightroom. Очень многие, особенно если это профессиональная съемка, если я делаю там съемку, например, для ресторана, то эту съемку я обрабатываю обязательно только через Photoshop. Почему? Потому что там больше деталей, больше качества. Но, опять-таки, в формате вот этого нашего мастер-класса рассказывать про Photoshop не получится, потому что он в нормальном варианте, только в десктутной версии. А Lightroom, да, то есть, это для быстрой обработки. То есть, я здесь обрабатываю travel фотографии, обрабатываю какие-то свои съемки, которые я сделал, то есть, ну, не для ресторана, да, то есть, вот такие вот. Вот так. Ну, вот у нас есть программа. Прошу прощения, у нас есть фотографии. Да, то есть, вот здесь я стою за каким-то окном. Смотрите, что у нас есть. То есть, вот, если я не ошибаюсь, первые четыре значка, вот, выборочно, восстановление кисти, вот, они, по-моему, платные. Вроде бы, я сейчас не уверен. А все остальное, что идет здесь, оно бесплатное. Итак, в чем преимущество этого Lightroom'а перед остальными программами, и почему его стоит вообще, и почему им стоит пользоваться. Сюда можно включить абсолютно разные пресеты, да, фильтры, так называемые, в других. Если вы когда-то пользовались другими программами для обработки фотографий, то вы наверняка слышали про такие вещи, как фильтры, да, то есть, которые улучшают, ну, или наоборот, ухудшают саму фотографию, что делают ее желтее, синее, краснее и так далее, и так далее. Так вот, вот эти фильтры в Lightroom'е, они называются стили. То есть, вот, вы видите, внизу кнопочка. Я ее нажимаю, и здесь у меня есть стили, которые я использую. Да, то есть, это стили, сделанные специально мною, и специально сделаны для того, чтобы обрабатывать все мои фотографии. То есть, я их создал для себя. Эти же стили, опять-таки, вы можете скачать бесплатно у меня в школе. То есть, когда вы запишетесь в школу, там будет специальный урок по обработке в Lightroom, и там будет, опять-таки, специальный урок, как эти стили добавлять в себе на телефон или на компьютер. То есть, там целый, на самом деле, очень большой урок по этому поводу. И там же можно будет скачать эти стили. Ну, помимо этого, у меня есть еще огромное количество других стилей, которые я покупал. То есть, они продаются, их можно купить у любого там хорошего блогера. Если вы, например, в Инстаграме смотрите какого-то крутого блогера, и вам нравится вот цветопередача, да, то есть, вам нравится, как все хорошо сделано, вы можете спросить у него, продает ли он свои стили или пресеты, да, то есть, тут можно называть и так, и так. Вот, то есть, у меня здесь их есть, ну, достаточно большое количество, но, опять-таки, да, то есть, я пользуюсь своими. Так, где мои? А вот они. Ну, вот в данном случае, да, то есть, так как это travel-фотография, я буду показывать на ее примере, я нажимаю «Слядь них travel». Да, не обращайте внимания, что фотография сейчас ухудшилась, мы ее сейчас улучшим. Я специально взял такую, очень темную фотографию. Вот, ребят, смотрите, что я делаю? То есть, я здесь, у нас есть несколько параметров, я в данном случае пользуюсь только, ну, буквально тремя. То есть, это свет, это цвет и это детали. Все остальное мне не нужно. Ну, и еще я использую выборочную коррекцию. Это самый первый. Итак, первое, что мы делаем? Нажимаем свет, и вот здесь у нас, не хочет увеличиваться, то есть, у нас есть несколько ползунков. Первый ползунок — это экспозиция, пока мы его не трогаем. Второй ползунок — это контрастность, он нам тоже сейчас не нужен, я его вообще, на самом деле, мало трогаю. Вот у меня стоит сейчас на минус 10, ну, это сам пресет поставил, сам стиль поставил вот такую вот настройку. Светлые области, да, то есть, если мы уменьшаем, они становятся темнее, если мы увеличиваем, они становятся светлее. Вот, я их ставлю, ну, приблизительно, как и было, на 50. Мне в данном случае ничего трогать не нужно. То же самое с тенями, да, то есть, тени, если мы их сделаем сюда в минус, то они становятся темнее, и наоборот, если мы убираем их сюда, они становятся светлее. Ну, пусть будет у нас 50. Да, оставим. Белые и черные — это более грубая обработка теней и светлых областей. Вот, у меня уже стоит вот такая предустановка, я практически всегда ее пользую. Иногда у меня, они, конечно, уже уходят, я смотрю по самой фотографии, как она снята, да, то есть, иногда я ставлю 20, иногда ставлю 50, ну, в принципе, наверное, не больше 50, не больше 60, потому что потом уже начинает есть шум, да, то есть, и зернышки на фотографии. Вот. Все. Теперь мне все, что нужно, это поработать с экспозицией. Я начинаю ее чуть-чуть вот таким вот образом улучшать. Но, опять-таки, это сейчас много. Почему? То есть, я ставлю где-то единичку, мне больше сейчас не нужно. И перехожу в выборочную коррекцию. Вот. Я нажал выборочную коррекцию, нажимаю вверху экрана плюсик, и здесь у нас есть несколько функций. То есть, первое – это кисть, можно нарисовать определенный участок. Сейчас пойму, это для чего. Второе – это круглый или овальный объект, и четвертое – это прямоугольный объект. Да, то есть, я выбираю круглый и рисую вот такую вот штуку. Да, то есть, ну, вот приблизительно вот так могу немножко ее увеличить. Вот. Замечательно. Все. То есть, теперь я буду работать вот с этой областью, которая покрыта красным цветом. Да, то есть, вы видите, она уходит в градиент по краям. То есть, здесь не будет ровного такого вот числа. Да, то есть, если будет ровное, я нажимаю вот третья кнопка, видите, растушевка, и могу больше растушевать, да, то есть, будет чуть-чуть больше этот сам градиент, чтобы не было вот такого красивого ровного круга. Вот. Учитывая, что увеличил растушевку, я могу даже немножко уменьшить этот круг. Вот так. Все. Теперь, смотрите, у меня появилась дополнительная область, да, то есть, это свет, цвет, эффекты, детали и оптика. Мне в данном случае нужен только свет. И вот здесь я повышаю экспозицию. Да, и обратите внимание, экспозиция повышается только исключительно на, да, то есть, вот на этой красной области. Все. Да, все, больше ничего мне здесь не нужно. Почему? Потому что с тенями, со светлыми областьями, со всеми остальными вещами мы поработали на предыдущей вкладке. Я очень надеюсь, что вы сейчас понимаете, что я говорю. Если нет, то, пожалуйста, пишите мне в чате. Я буду там какие-то вещи повторять, если вдруг что-то не понятно. Вот, ребят, все. Да, все замечательно, все хорошо. Ну, давайте попробуем просто поработать со светлыми участками. Ну, не знаю, оно не нужно. Оно не нужно, то есть, оно сейчас грубо ни на что не влияет. Да, то есть, вот, например, белое. Слишком светло уже становится, поэтому я убираю. Все. Все. Да, то есть, достаточно. А что я еще хочу сделать? То есть, сейчас я смотрю на экране компьютера, куда транслируется мой телефон, да, то есть, я вижу, что цвета нормальные, вот, но на телефоне у меня они немножко зеленые, чуть-чуть в зеленочку уходят. Поэтому я, так как я чаще всего буду смотреть на телефоне, да, то есть, я хочу поработать с цветом, а точнее с балансом белого. Да, то есть, смотрите, то есть, у нас есть два ползунка. Первый работает синий-желтый, то есть, вот, есть баланс белого. Да, он делает холоднее или теплее. Вот, я вам покажу просто, как он работает. Вот, смотрите, да, то есть, я сделал теплее, я сделал холоднее. Но баланс белого, сам баланс белого, у меня нормально. Мне не нравится оттенок. Он немножко, совсем чуть-чуть зеленый. Да, то есть, поэтому я просто покажу, если я сделаю еще зеленее, видите, я стал вообще как алкоголик. Поэтому я совсем немного, буквально, плюс 5, 7, это много. Ну, давайте даже вот плюс 4. Все, вот теперь мне нравится этот цвет. Дальше я смотрю по деталям. Что я хочу сделать? Я увеличиваю, смотрю на себя, что мне не хватает совсем немного резкости. Да, поэтому я вот здесь добавляю резкость. Ну, где-то плюс 30, тире плюс 40, больше и больше не надо. Все зависит от того, каким вы пользуетесь аппаратом. Да, то есть, я знаю, что для моего фотоаппарата это вот так. Вот, все, я немножко корректирую сейчас сам этот круг. Да, смотрю, как его лучше поставить. Вот, вот так вот мне нравится больше. Да, то есть, моя рука чуть-чуть в тени, поэтому я совсем немного, совсем немного выделю его. Все, все, вот получилась фотография. Да, я думаю, что сейчас она стала гораздо интереснее. То есть, вот я вам сейчас покажу, что было. Я нажимаю сбросить. Нет, нет, я сначала возьму, сделаю вот такую вещь. Я пишу копировать настройки и выбираю все настройки, ну, кроме геометрии, потому что геометрию мы не меняли. Все, они у меня скопированы, потому что я не знаю, если я сейчас сброшу все настройки, что получится. Я вам просто хочу показать оригинал. Я сбрасываю все. Вот, посмотрите на результат. Да, то есть, вот такая фотография была изначально. А теперь я вставляю настройки, и вот она после обработки. Да, стало лучше. Я думаю, что да. Если, да, напишите, пожалуйста, мне об этом в чате, что вам понравился результат. То есть, вот, в принципе, вот так вот мы и работаем. Ну, или вот, посмотрите, две фотографии. То есть, вот эта вот снята вживую, и вот она уже обработана. Здесь использовался немножко другой пресет. Он более такой зеленоватый. То есть, он зеленый делает более зеленым, желтый делает более желтым, и, соответственно, да, то есть, вот, смотрите, руки такие они объемные, да, то есть, особенно на фоне вот этой вот всей зелени. Да, то есть, вот мы, то есть, вот так вот работаем. А, еще один момент хотел вам показать. Смотрите, да, то есть, когда я скопировал эти настройки, да, то есть, вот, например, моя жена, я могу вставить эти же настройки и получить более-менее похожий кадр, но, то есть, его нужно в любом случае улучшать, да, то есть, ее нужно сейчас выбрать, подвинуть на нее вот эту штуку, ее, да, то есть, чуть-чуть вот так вот сделать и смотрите, слишком много света, да, то есть, ее нужно сделать чуточку темнее. Чуточку темнее, а вот тени, наоборот, надо сделать светлее. Ну, не сильно, не сильно, плюс 10. Да, то есть, я всегда ориентируюсь на визуальную часть, я смотрю на саму картинку. То есть, вот, в принципе, да, то есть, вот такой вот, вот даже эта будет лучшая фотография, там мне не сильно нравится. Вот, вот смотрите, вот здесь сильно пересветка, да, то есть, я выбираю опять вот этот вот круг, который мы делали, овал, и здесь уменьшаю количество света. Да, то есть, пришлось, видите, уменьшить до полного нуля, наверное, даже минус 35 я делаю, и свет не в выборочной коррекции, а просто в общем меню цвет вот здесь, я увожу где-то на минус 50. Вот так. Все. Все, ребят, вот получилась вот такая фотография. Да, то есть, давайте мы сейчас скопируем настройки опять, и сбросим, сбросим все. Да, то есть, вот, был результат, был результат, и я вставляю настройки, вот что получилось. То есть, ну, это быстро, да, то есть, я, конечно, чуть больше бы поработал на этой фотографии. Ну, например, я бы сюда добавил еще один вот такой градиент, да, то есть, я бы его поставил сюда. Здесь я бы еще больше убрал, вот, да, видите, сразу стал не белым, вот эта вот штучка. А она стала уже немножко более темной. Да, теперь, теперь, а ну-ка, да, уже подтверждаю, теперь беру еще одну, делаю все то же самое вот для этой части, и тоже делаю, там было 1,83, по-моему, если не ошибаюсь, ну, приблизительно хотя бы, чтобы они градиентам не уходили. Вот. Да, то есть, уже интереснее. И теперь, что нужно делать, я теперь беру вот этот овал, на котором мы работали, я понимаю, что он сильно большой, да, то есть, мне его можно уменьшить, то есть, вот таким вот образом, и так, где-то делся, ага, вот. И я его ставлю вот сюда, да, то есть, вот так. Все, теперь можно увеличить фотографию, и чуть-чуть еще больше поработать с тенями, да, то есть, тени, вот, вот, все. Да, то есть, посмотрите, вторая фотография стала достаточно хорошей, интересной, ну, и красивой. Вот, вот так. Вот так. Вот, ребята, эта программа называется Lightroom. А, еще один момент, что, что я хочу показать. Ну, вот, давайте посмотрим, вот, вот, вот эта фотография. Например, мне не нравится, что, когда меня сфотографировала моя жена, она меня обрезала по колени. Слишком много меня обрезало. Поэтому я беру формат обрезка и вот тем вот простым движением делаю эту фотографию чуточку, чуточку, короче. То есть, вот так. Все. Да, то есть, она уже стала чуть-чуть интереснее. Вот. Еще сейчас я вам покажу, мне нужно найти какой-то свой портрет. Покажу еще одну функцию, достаточно интересную в этой программе. Так, 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 так. А есть вообще здесь мой портрет или его нет? Я не помню, было ли что-то подобное. Снимали ли мы меня вообще крупно. Не помню такого. Ну, вот. Давайте, давайте просто тогда покажу на примере жены. Да, то есть, я увеличиваю фотографию и понимаю, что, ну, вот у нее вот здесь родинка. Но я понимаю, что это, например, не родинка, а там, а, ну, случился какой-то прыщик. Да, то есть, что я делаю? То есть, я выбрал восстанавливающую кисть. Вот. Нажимаю сюда. Нажимаю «Окей». Все. Родинки нет. Да, то есть, мы ее убрали. То есть, поэтому, если есть какие-то… То есть, ну, в данном случае я показываю на человеке, но, например, если вы снимаете еду или там где-то какая-то черненькая пятнышка на помидорке, да, то есть, вот таким вот образом это можно, это можно все убрать и достаточно быстро и просто. На телефоне, конечно, не так удобнее, как это делать на компьютере, но, опять-таки, это делать можно. Вот такой вот Lightroom. Так, я вижу светом. На что я снимаю? Вообще, я снимаю, у меня камера Fuji, Fujifilm X-T2. Ну, где она, не знаю, лежит. Вот. Ну, и много объективов. То есть, я про это рассказывал на прошлом мастер-классе. Я думаю, что ты, когда получишь запись, ты сможешь посмотреть то, на что я снимаю. И да, я снимаю в RAW. Вот. Ну, иногда, естественно, я снимаю и на мобильный телефон. Итак, ребят, хочу вам показать еще одну очень интересную вещь, очень интересную программу. Это, в принципе, единственная программа, которую я, наверное, могу порекомендовать себе скачать на телефон. Почему? Потому что, вот посмотрите, у меня вот этих программ огромное количество. Я реально их, там, какие-то покупаю, какие-то просто скачиваю, которые можно скачать. Я используюсь для обработки. Я только Lightroom. Больше ничего мне не нужно. Все, абсолютно все, что можно сделать, я делаю или в Lightroom, или, если я не могу это сделать, я перехожу тогда в Photoshop на компьютер. Вот так. Но есть еще интересная такая программа, называется Pixeloo. Да, то есть, видите, там такая какая-то то ли тигра, то ли лиса, то ли лиса, непонятно. Их, на самом деле, то есть, вот эта компания, да, то есть, вот она выпускает очень много разных программочек, маленьких, да, то есть, каждая из какой-то своей функции. То есть, вот есть Enlight, есть QuickShot, есть VideoLab, есть Pixeloop, есть Photofox. Ну, да, понимаете, то есть, каждая из них стоит, там, каких-то денег и очень ограниченный функционал в бесплатной версии. Вот. Вот так. Но Pixeloop мне понравилась чем? У нее очень интересный есть функционал, и я хочу вам его показать. Да, то есть, вот я, например, хочу выбрать какую-то фотографию, ну вот, создаю проект, выбираю, ну давайте, например, возьмем вот это вот резотто, которая, которая я там снимал. Резотто на гриле. Смотрите, ребят, что можно сделать? Во-первых, ну, для еды, наверное, это такое, но функционал я покажу. То есть, вот, я выбираю анимацию, да, это первая вкладочка, и здесь, смотрите, беру путь и нажимаю вот так. Все, нажимаю Play. Да, то есть, и происходит вот такое вот зацикливание, да, то есть, непонятно. Но, то есть, я хочу, чтобы тарелка, она оставалась всегда в, скажем так, статичной, да, то есть, с ней ничего не происходило. Поэтому я нажимаю заморозка и выбираю тарелку, ну, в данном случае мне нужна тарелка, да, то есть, ну, пусть даже так немножко грубо, тарелка, руки, то есть, они тоже не должны двигаться, они должны быть статичными. И вот плечо, да, то есть, с человеком, который держал эту тарелку. Все. Теперь я опять беру путь и нажимаю вот так. Play. Да, то есть, видите, с тарелкой ничего не происходит, но происходит с самим этим. Ну, давайте вот так вот еще попробуем сделать. То есть, такой какой-то непонятный, да, то есть, вот непонятное такое движение этого всего. То есть, ну, вот, тут же есть якорь, можно делать скорость, ну, это все такое, то есть, вот для этой фотографии это не подойдет. То есть, это может подойти, например, для фотографии там какого-то водопада, и там течет с крана вода, да, то есть, вот такие вот вещи. Но, что здесь есть еще? Ну, неба здесь нет, я не буду показывать, да, то есть, здесь вот есть такие вещи, как эффекты. Вот, давайте возьмем, например, эффект, где-то здесь были сердечки. Это сердечки, нет, это какие-то непонятные вещи. Это тоже не сердечки. Снежинки, ну, ладно, пусть будут, нет, это вообще что-то непонятное, я не знаю, где сердечки, наверное, их не осталось. Вот, давайте вот это возьмем. Смотрите, да, то есть, что можно сделать? То есть, такие, как разбивающиеся осколки, да, то есть, вот ставим, ставим, можем выбирать путь, куда они разбиваются, да, то есть, ну, в данном случае будет логично сделать вот сюда, и здесь можно ставить их интенсивность, да, то есть, вот чуть-чуть и, например, много. Ну, в данном случае логично было поставить чуточку, вот так, чуть-чуть. Давайте посмотрим, что происходит, когда я нажимаю плей, да, то есть, пошли вот такие вот падать осколочки. Вот, но я хочу, смотрите, что происходит, то есть, он выбрал вот только кусок тарелки и кусок руки, да, то есть, я это убираю, стираю, видите, здесь есть ластик, беру опять кисточку, и я хочу, чтобы это происходило вот с этой частью, это много, надо сделать меньше интенсивность, давайте я это уберу, интенсивность поставлю 25, а, не получается, да, делать интенсивность, что-то такое тогда, ну, ладно, тогда вот сделаем вот так, вот так сделаем. Вот, все, теперь давайте мы вот в эту сторону направим и сделаем больше интенсивность, теперь еще, мне нужно дополнительно нарисовать вот здесь, ну, давайте ручку сделаем то же самое, немножко сыпем, потому что, чтобы она не была сильно, вот, вот так, все, с интенсивностью, ага, там, посмотрите, еще какой-то артефакт остался вот здесь, вот, его нужно убрать, все, вроде бы больше артефактов нет, я уже все убрал, так, какую сторону, ну, естественно, вот себе, все, да, то есть, вот такая вот происходит штука, можно поменять, то есть, можно поставить, вот, например, такие вот эти штучки, можно поставить что-то такое, такое, да, то есть, здесь есть такие вот просеты, очень удобно, когда нужно там для Инстаграма, для Stories что-то обновить, освежить, да, то есть, значки доллара побежали и так далее, Можно менять, кстати, скорость, размер, плотность. То есть это все можно делать. То есть вот рассеивание, например, пошло, пошли осколки или, наоборот, собирается в кучу. Вот такая вот штука, но я ее хочу вообще убрать полностью, она мне сейчас будет только мешать. Давай убирайся. Все, вроде бы убралось. А, вот здесь же кнопка «нет». Замечательно. А что здесь есть еще? Есть вот такие вот вещи, как эффекты. Да, то есть вот, например, смотрите. Логично, что это было бы правильно сюда поставить, чтобы анимировать хоть чуть-чуть. Но оно по всему кадру, такое ощущение, как будто эти искры идут из-под ног. Это неправильно. Поэтому что я делаю? Я беру опять пластик и убираю вот такие вот, делаю вот так. Да, то есть оно будет идти у нас только с самого гриля. Ну, естественно, руку тоже нужно аккуратненько убрать. Ну, или неаккуратненько. Да, то есть вот так. Вот так. Все, теперь мы смотрим, что происходит. Чуть уменьшим интенсивность. И, наверное, нелогично, да? То есть нужно больше убрать вот здесь. Вот так. Вот так. И, наверное, дорисовать вот сюда. Вот сюда и вот сюда. Все, давайте посмотрим, что происходит. О! Нет, все равно чуть-чуть, чуть-чуть самую малость вот здесь вот нужно еще убрать. Вот так. Смотрим. Да. Вот уже у нас появилась такая анимашка, которую можно спокойно выставлять в Инстаграм, в Stories и так далее, и так далее. То есть она чуть-чуть оживляет этот рисунок. Вот. Ну, то есть вот такие вот элементы. То есть, ну, есть еще вот, например, вот что-то подобное. Да, то есть можно с этим играться, чтобы делать еще более, ну, как 3D, типа 3D-эффекты. Вот. Но, опять-таки, это не для этой фотографии. То есть вот я вот этой программой пользуюсь. Да, иногда, изредка, когда мне нужно сделать какую-то анимашку. А еще от Nidja вот есть PhotoFox. Это, в принципе, то же самое, только статичное. Да, то есть, ну, вот смотрите, распыление. Да, то есть начать сейчас. Сейчас мы возьмем, ну, например, вот этот бургер. Давай, давай, давай. Обработываем. Ну, вот. Да, то есть и он это делает с точки зрения фотографии. То есть это уже анимировать нельзя. Это можно только, то есть только вот такая статика. То есть, ну, вот так. Все эти программы, они, в принципе, условно бесплатные, но стоят вот так. То есть я пока не вижу смысла платить за какие-то дополнительные эффекты. Вот. Ребят, вот, в принципе, вот такие вот у нас есть с вами программы для обработки фотографий. Давайте я, перед тем, как перейти к обработке видео, покажу вам один ролик, просто чтобы вы понимали уровень, как вообще я и моя команда снимаем и монтируем видеоролики. Я вам сейчас это покажу. Прямо даже с телефона найду у себя вот есть небольшое мое портфолио. Ну, давайте, давайте, что вам показать. Что вам показать. Ну, давайте хот-дог. Напишите, пожалуйста, слышите. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой вот видосик. Понравилось? Напишите, показать еще. Да, то есть у меня есть еще несколько. Ну-ка, напишите, напишите, показать вам еще пару роликов. Еще, да? Хорошо. Давайте, 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 ну, давайте. Пам-пам-пам. Что вам показать? Ну, вот, давайте я вам покажу с текстом. То есть это, если не ошибаюсь, очень коротенький. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА еще показывать или хватит давайте я наверное еще один покажу ролик так что что лучше всего ну давайте вот ребрышки барбекю вот такие вот коротенькие совершенно коротенькие ролики здесь принцип принцип какой да то есть мы не показываем личность шефовара мы показываем на самом деле сам процесс почему чтобы зритель мог быстро посмотреть этот ролик да то есть он там не растянут 20-30 минут как обычно сейчас делают на ютубе и он мог быстренько оценить нравится ему это не нравится если ему это нравится в таком случае что да то есть он может его приготовить ну вот вот такие вот ролики мы за прошлое лето сняли за прошлое весну и лето мы сняли где-то порядком чтобы не соврать наверно больше 200 роликов для разных компаний для разных ресторанов которые даже хотят продвигаться создавали контент для ресторанов и для компании данном случае то что вы увидели это брокер вот так теперь давайте вам покажу я вам покажу несколько программ которыми можно быстро пользоваться быстро монтировать на телефоне мы в данном случае вот эти ролики мы их монтировали на компьютере нормальной профессиональной программе а то есть вот я вам покажу просто так это можно делать на мобильном телефоне есть несколько программ из первая это такая достаточно быстрая и универсальная она называется view вот она первая у меня в списке вот я ее открываю она тоже там условно бесплатная стоит что там видите 6 долларов в месяц или можно купить там сразу вот но мне это не нужно бесплатной версии она оставить свой логотип и так давайте я вам покажу просто вот я возьму импортил и сейчас выберу 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 видео где у меня вот видео где-то у меня здесь завалялся ролик с абрамовом я думаю все знают абрамова напишите пожалуйста вот я вам покажу на примере этого ролика как я это делаю вот я выбираю наверное это вот несколько сразу самих съемок которые делал на мобильный телефон и их импортируют они импортируются партируются это занимает какое-то время вот ну давай давай не висни импортируем ну как я это занимает какое-то время двигается вообще или нет не понимаю по всему нет давайте я просто уберу тогда вот вот это вот точно понимаю что это фотография ну пусть мы какой-то процесс пропустим наверное наверное вот так вот сделаем и попробуем сейчас двигается очень-очень медленно-медленно но но двигается ну надо подождать тут по-другому не получится эта программа она а замечательно помешает помешает я пока выключил звук что что здесь вообще в этой программе да то есть она еще раз беру простая банальнейшая простая и очень быстро можно смонтировать вот вы сделали вот прямо сейчас хочется узнать вот бывает такой руки чешутся вот выставить на то есть поэтому поэтому то смыне я ей пользуюсь иногда то есть например дома там что-то приготовил быстренько это весь процесс снял и тут же все смонтировал и сразу же выставил и так мы сейчас видим линейку да то есть видео у нас есть линейка из четырех клипов вот их можно пить а ешь в данном случае а ешь на бромов давайте я я сразу я начинку и все давай звук линии здесь не нужен вот что я делаю дальше я выбираю например 1 у нас 1 ролик до 1 я нажимаю кнопку 33 помешает помешает и выбираю и выбираю то есть буквально там не нужно ну где то ну пусть будет без половиной давай я снимаю давай я снимаю давай вот и мне нужно так он закладывает я начинаю снимать я не знаю какой из принципов а кадра я возьму да то есть обратите внимание как уже стало даты хорошо я начинаю снимать я не знаю как ну вот давайте мы выберем пока в данном случае нам вот как он перемешивает а ну-ка уже стало даты хорошо внимание как уже стало даты хорошо нет мне это не нравится не нравится не нравится фокусироваться ну вот вот давай ешь давай ешь обрамов есть вот есть это достаточно что еще очень важный момент я понимаю что мне нужно сделать а сейчас я я забыл сделать одну очень важную вещь вот мне нужно было выбрать фрейм и мне нужно было фрейм выбрать вот такой да то есть почему потому что я это снимал на телефон и снимал вот вертикальном варианте все да то есть я я поменял теперь у меня все эти ролики разведите уже появился какой-то процесс будет понятно что осталось потому что был в горизонтальном он просто брал кусочек этого всего вот да то есть здесь принципе я выбрал нормальные правильно поэтому там проблем особых нет я вот здесь вот видите ошибся поэтому я беру крем выбираю другой кусок замечательно вот у меня есть четыре кусочка что я еще хочу сделать здесь есть тоже фильтры да то есть вот например то есть ну как как и в лайтруме его то что я показывал да то есть они у они уже предоставлены ну вот например вот такой мне он нравится я выбираю его то есть много разных да то есть тут можно выбирать что вам нужно то что вы хотите ну вот я люблю вот этот и нажимаю apply to all to all вот и теперь они у меня все вот в таком вот получается фильтры смогу сделать немножко светлее и например темнее вот ну давайте чуть-чуть светлее сделаем буквально совсем немного и то же самое play to all и вот вот что у нас получилось да то есть вот такой вот вот такой вот ролик вот все в принципе больше чего здесь не нужно мне то есть можно обрезать клипы можно добавлять добавлять какие-то дополнительные переходы да то есть вот вот например вот такой переход он будет вот так вот да то есть можно просто через черное например сделать вот но я на самом деле все эти переходы не люблю они то есть они просто не нужны вот вот так можно работать так же вот в каком редакторе классическом более но опять я это делаю там не проще и что очень важно да то есть сюда можно еще добавлять музыку ребят смотрите если вы возьмете например свою любимую песню там верху сердючку или рамштайн добавите в ролик а потом выставите на фейсбук фейсбук вас забанить а почему потому что это авторские права такое делать не надо то есть не не на фейсбук не никуда скажем тогда то есть выкладывать песни песни которые на которые у вас нет прав которые вам не принадлежат смыть у вас просто забанят и будет беда что хорошо в этой программе да то есть у нее есть бесплатный набор своей музыки вот который вы можете пользоваться и из которой с этой музыкой вы можете это все выкладывать вот мы выбираем музыку да то есть например что это может быть какой-то дотинар динамик это поставим вот у меня скачанная вот и все ну можно знаете что еще сделать можно абрамова а секунды а увеличить да то есть пусть пусть он грезет эту креветку где-то 5 секунд давайте получиться переходим начало нажимаем плей вот смотрите еще один момент вот здесь будет тунь да вот тоже очень хорошо то есть мы берем музыку и и ее надо подвинуть мне нужно получается когда ее увеличить нажимаю edit и чуть-чуть буквально ее нужно мне сделать вот сюда да сколько там многие по секунду давайте поставить ну даже на секунду надо поставить ребенок полторы секунды даже 1 1 1 3 1 2 все есть да то есть как бы он приготовил сразу же это все вблизи такое такая вот эта идея этого ролика ну все нажимаем сейф и он сохраняется нам в нашу вот вот так да то есть да все мы это сделали вот давайте я вам покажу тот оригинальный ролик который я вообще делал с абрамовым он конечно чуть-чуть подключается мне тогда было больше времени чтобы это сделать ладно 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 все вот ребят то есть такая вот программа view видите то есть это все в бесплатной версии единственно чтобы сладавец и будет логатит их на вашей на вашем видео но если вас то не смущает нет например не смущает вот я ею пользуюсь если не нужно делать более серьезные вещи да то есть я понимаю что ну например я в поездке что-то снял и хочу сразу же быстро это все снять я и я пользуюсь программой premier rush да то есть это тоже программа от компании adobe и здесь конечно же функционал гораздо серьезнее гораздо интереснее чем чем стоит вот я нажимаю плюсик да то здесь внизу видите плюсик нажимаю добавить медиа данные то есть то можно и снять конечно же самостоятельно в данном случае нажимаю добавить медиа данные но выбираю видео и ищу давайте на браму это и сделаем раз два три четыре пять и шесть создать и он пошел их готовить почему-то я не знаю почему сейчас я не знаю вы видите вообще экран у меня на компьютере он какой-то стал квадратным во время подготовки медиа данных то есть это скорее всего проблема того как когда он готовит мы попробуем сейчас я по я дождусь когда медиа данные подгрузится наконец-то да и может быть поменяется все если не поменяется так к сожалению это сама программа она не даст делать трансляцию ну я надеюсь что даст все таки поэтому поэтому будем ждать вы пока можете писать если у вас есть вопросы и задавать их писать мне и я буду на них отвечать по мере возможностей вот у меня до сих пор подготовка медиа данных я нажимаю отмену так а ну-ка 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 вообще может быть проблема вот все да у вас появилась тоже ребят скорее всего была проблема в том что у меня может быть зазбоил зазбоил скажите я скажу кабель я грешил на программу это оказывается кабель скорее всего вот давайте давайте тогда просто я возьму буквально там чтобы не задолго я возьму там раз два два и три все достаточно для вопроса чтобы показать как это происходит я не буду делать да это я так и грешил на программу а на самом деле это у меня сам кабель все ребят программа тоже она не бесплатная она стоит денег бесплатной версии вам дается три экспорта у меня я ее сейчас не покупал еще то есть почему потому что я пользуюсь чаще всего на компьютере да то есть нормальная профессиональной программой поэтому поэтому не покупал он дает три экспорта экспорта так когда вы сделали ролик и его экспортируйте в финальный файл у вас падает фото плен вот то есть вот так ну вот у меня есть еще два экспорта я их тратить сейчас не буду я их потрачу потом когда мне нужно будет что у нас здесь есть да то есть у нас есть вы видите три прошу прощения есть линейка да то есть общая общая линейка которой у нас есть помешает помешает и так далее что здесь хорошо я могу взять ролик и поставить например его вот здесь да вот у нас то есть сделать его например вот 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 так все теперь чем это хорошо то есть вы можете поверх своего кого-то видео вставить еще дополнительные видео то есть не нужно его вставлять внутрь да то есть образом можно делать там я не знаю например три строчки четыре строчки пять строчек и так далее так далее да то есть вот вот в этом ее большой неиспоримый плюс потому что иногда бывает такое что вам нужно например в край экрана поставить ну вот вот например да давайте возьмем абрамова я хочу его скадрировать вот я нажимаю преобразовать вот например я вот это и хочу его поставить сюда 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 наверно не надо вот так вот так вот пусть будет пусть будет вот такой да то есть соответственно получается получается вот так тут подышали хорошо давай ешь все хорошо вот но на самом деле оно все получается по-другому гораздо интереснее когда вы четко делаете да то есть вот маленькие штучки так как это все вернуть назад вот из кнопка вернуть все я его вернул назад вот чем я еще люблю эту программу это тем что это тем что у нас есть возможность работы над цветами да смотрите тут тоже есть встроенные пресеты со всеми стилями которые там только вам нужны вот но мне нужно мне нужно мне нужно сейчас здесь было а парам парам здесь были другие стили но я честно говоря не вижу где они почему их нету да на компьютере получается только встроенные стили прошу прощения на телефоне а на компьютере есть есть еще и свои то есть можно можно добавлять свои стили то есть те стили которые я сделал в лайтруме я могу их добавить сюда но только через компьютер наверх поэтому поэтому я здесь этого стиля не вижу но в любом случае да то есть вот например можно сделать как пленка и добавить там разные настройки интенсивность этой пленки да то есть потом там экспозиция светлее темнее да смотрите это я сейчас работаю со стилем я не работаю со самим видео ну вот можно контрастность убрать например да то есть можно там какая-то подсветка я не знаю что это такое а то есть это светлые области и тени нажали Lightning опять таки можно поработать с температурой сделать теплее, холоднее вот да то есть вот так вот так какая-то вытающая пленка да, натуральная резкость можно его сделать этого абрамова совсем резким и так далее и так далее с watm по самым делам очень хорошо вот сюда также можно добавлять и музыку вот единственное что музыку то есть нужно добавлять��니 какую-то купленную, которую вы купили где-то. Здесь нет встроенных пресетов по музыке. У меня есть специальный сайт, где я покупаю музыку, я оплачил за него аренду помесячно. И вот так вот работает. Можно увеличивать, уменьшать скорость, можно опять-таки тоже добавлять переходы. Есть абсолютно разные переходы. Вот таким вот образом мы в этой программе можем тоже делать, монтировать видео. Она чуточку профессиональнее, чем та первая, которую я показывал за счет своей гибкости. Но, Виталий, да, на компьютере, конечно же, видеомонтаж делать гораздо удобнее. В этом, на самом деле, особенность мобильного телефона. Пока еще не придумали, как это делать удобно на мобильном телефоне. Вот так. Ребят, ну, я, в принципе, закончил. Давайте, задавайте вопросы, если они у вас есть. Я хочу их выслушать. Сегодня, видите, получилось у нас немножко короче, чем было в прошлый раз. Вот. Ну, я могу вам еще один видосик какой-то сейчас выбрать со школы и показать. Вот так. Так, вопрос от Евгения. Евгений, это не аналог Premiere Pro, это отдельная программа Adobe Rush. Она отличается от Premiere Pro своей простотой и легкостью. То есть, ну, это как сравнивать Photoshop и Lightroom, например. Да, то есть, это две разные программы, но Lightroom – это более облегченный Photoshop. То же самое и Premiere Pro, и, получается, Premiere Rush. Да, то есть, Rush – это более облегченный вариант самого Premiere. Вот, вот так. Ну, давайте, пока вы пишете вопросы, я вам сейчас поставлю видосик. Да, можно так? Не слышу тебя. Не слышу тебя. Хорошо. Хорошо. Давайте я сейчас найду, какое вам видео поставить. Я вам сейчас покажу, что я буду выбирать. Так, ну, надо еще и чат включить, потому что постоянно чат меняется. Так, 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 что бы вам поставить, что бы вам поставить. Ну, давайте, наверное, из таких простых. Так, это человек. Нет, пончики 75 минут. Это точно не будет. Портрет, портрет, портрет. Дужинный свет. Так. Это я уже ставил в прошлом, в прошлом мастер-классе, поэтому сейчас не поставлю. Вот, давайте, вот такой вот небольшой ролик. Как снимать M&M City. Вот, давайте я его вам и поставлю. Я сейчас поменяю сам экран. Вот, он такой достаточно интересный, и его можно послушать, посмотреть, и он короткий. Вот, а вы пока пишите вопросы. В этом уроке мы рассмотрим основы съемочного процесса в жанре макро. Я уверен, ты читал или самостоятельно, или своему ребенку книгу Джонатана Слифта «Гулливер». Так вот, мы, люди, для многих обитателей нашей планеты являемся именно гулливерами. Огромное количество насекомых, мелких предметов окружает нас. И многим очень даже интересно заглянуть в этот мир. Мир лилипутов. Мир макрофотографий привлекает многих, и практически каждая специализация требует хотя бы небольшого навыка съемки макро. В портретной фотографии это крупные съемки макияжа. В предметной фотографии детали техники или фактура ткани. Фотосъемка жевелирных изделий практически полностью состоит из макрофотографии. Для старта нам понадобится всего лишь макрообъектив. Увы, обычным объективом фотографию деталей ты не сделаешь. Но ты можешь не только купить его, но и взять в аренду или одолжить у своих друзей. Я не буду бегать по лесам и степям в поиске фотогеничных кузнечиков. Я хочу предложить тебе не менее интересный вариант. Я расскажу тебе, как можно снять вот такие кадры. Это тоже макро. Это отличная заставка на твой телефон. И еще ее можно повесить у себя дома на стене. Для съемки нам понадобится несколько ингредиентов. Во-первых, фотоаппарат с макрообъективом. Мой выбор – Fujifilm XT2 вкупе с Fujifilm XF 60 мм с диафрагмой 2,4 мм. Этот объектив может приближать в 5 раз. Не микроскоп, но для большинства макрокадров подойдет идеально. Далее нам пригодится стекло, размером приблизительно как альбомный лист. Несколько листов бумаги, глицерин и мм-демпс. Много мм-демпс. Мой сын будет счастлив. При помощи подручных предметов выстраиваем вот такую конструкцию. Под нее высыпаем мм-демпс, а сверху ставим чистое без пятен и разводов стекло. Теперь опять-таки с помощью подручных предметов создаем на стекле капли. Осторожно, глицерин очень жирный, не запачкай одежду и тем более технику. Когда основные пятна созданы, можно сбрызнуть композицию водой с помощью пульверизатора. Свет я ставлю контровый, перед ним отражатель. И смягчаю тени с помощью белого листа. Если ты еще не купил себе свой собственный источник, не переживай. Этот кадр можно сделать с помощью обычной настольной лампы. Просто поставь перед ней рассеиватель, как я, на примере из пищевой бумаги. Фотоаппарат я располагаю максимально близко и максимально горизонтально. Навожу фокус на самую красивую каплю и делаю свой кадр. Все, кадр сделан. С одной стороны это просто, но с другой стороны, чем ближе объект съемки к камере, тем меньше глубина резкости. Соответственно, для съемки макро, если хочется большей глубины, необходимо закрывать диафрагму. Именно этот кадр я делаю с диафрагмой 16, и мне приходится делать очень длинную выдержку. Поэтому макрофотографы используют штатив. Для начала этого достаточно. Ну а потом, если ты захочешь посвятить этому жанру свою карьеру, придется покупать специальные кольцевые вспышки. Можно выкрутиться на первых порах, купив из Китая вот такую вспышку для селфи на айфон. Но это временно. Ну а теперь домашнее задание. Раздобудь макрообъектив к самому фотоаппарату, повтори мой кадр. И потом поиграй с другими предметами, выходи на охоту в ближайший парк, снимать братьев наших меньших, кузнечиков, пауков и бабочек. Хороших тебе снимков, и пусть твои фотографии покорят мир. Вот такой вот видосик. Я надеюсь, вам он понравился. Ребят, я вам еще обещал дать скидку на мою фотошколу. Ну, я вам ее сейчас и даю. То есть вот я сейчас покажу, как это все выглядит. То есть мы заходим на страницу. Ой, прошу прощения. Вот страница называется «Fortbit Education» и сама моя школа «Слядник Скуль». То есть я ее сейчас беру и выставляю прямо в чате. Вот таким вот образом. То есть вы уходите в самый низ. То есть вот здесь программа. Можете посмотреть и ознакомиться с уроками, какие бывают у меня уроки. И можете приобрести саму фотошколу. Она у меня стоит 29 долларов в месяц. Но, как я вам говорил, первый месяц у меня всего лишь 1 доллар. Специально для вас. Вот. Что для этого нужно сделать? Вы нажимаете «Купить». Здесь вы ставите «Добавить промокод». И пишите вот такой вот промокод. SOLD или SELT. Это в английском. SELT. Все. Минус 28 долларов. И всего лишь за 1 доллар вы покупаете у меня первый месяц моей фотошколы. Вот так. Александр, спасибо вам огромное за эфир, за мастер-класс, за ваше время. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо всем гостям, кто были с нами. До новых встреч. И пусть ваши фотографии покорят мир. Спасибо. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok